Здравствуйте, дорогие мои зрители, дорогие гости. С вами Любовь Овчинникова, хозяйка этого канала. Я вас всех приветствую. У нас сегодня посиделки, поговорим о жизни. Отвечу на ваши вопросы. Ну а в конце я сделаю объявление, поэтому посмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Сейчас лето, пора отпусков, пора путешествий. И Петербург один из тех городов, куда стремятся попасть очень многие, полюбоваться его красотами. В Петербурге очень много людей. Город просто переполнен туристами. И я очень рада, что в Санкт-Петербург круглый год, но летом особенно, приезжает очень много моих подписчиков. Я буквально каждый день, если не занята, если я в городе, я встречаюсь со своими подписчиками. Буквально сегодня я встречалась с подписчиками, с подписчицами из Казахстана. Недавно приезжали подписчики из Белоруссии. И это я назвала, так сказать, ближние зарубежья. Но до этого приезжали подписчики из Болгарии, из Германии и даже из Канады. Поэтому я очень-очень рада вам. Но и кроме этого, я принимаю приглашение в гости. И вы наверняка видели, недавно были одно из последних моих видео. Это моё путешествие на озеро Селигер. По приглашению моей подписчицы Натальи, которая живёт, как они говорят, в глухой деревне. Ну, вы знаете, чем дальше от мегаполиса, от большого скопления людей, тем, наверное, спокойнее, может быть, даже интереснее. Поэтому я приняла приглашение и совершила такое путешествие, но просто незабываемое. Вот незабываемое я вам всем советую когда-нибудь, хоть раз в жизни побывать на озере Селигер. Во-первых, священная земля, земля намоленная, как и вся, собственно, Россия. Не зря называют Святая Русь. Но здесь, во-первых, это город Асташка, в котором, ну, представляете, 700 лет. И поэтому здесь старинные здания, старинные церкви, храмы, монастыри, мужской монастырь, женский монастырь. Это земля, куда стекаются паломники. Ну, это такое намоленное место, где дышится легко, где очень уютно, очень спокойно, так неторопливо, размеренно идёт жизнь. Такая, знаете, российская глубинка. Я, честно говоря, вот к своему стыду признаю, что я даже не знала, что есть такой город, который называется Асташка. Ну, Тверь, знаю, и не просто туда даже поезд идёт, есть ретро-поезд. И вот такое, знаете, любопытство привело именно вот в этот город. А уже оттуда нас встретила Наташа с мужем. И мы поехали в ту деревню, глухую деревню, где живёт Наташа с мужем. Вы, надеюсь, посмотрели, там даже дороги нет. Но, представляете, там всего пять домов. И кругом поле, деревья, тишина, пчёлы, птицы, море цветов, это травы, в том числе и лекарственные травы. И вот Наташа как раз там делает гидролаты из самых разных трав. Из самых разных трав. Я про это уже рассказывала. И мы даже создали группу, которая называется «Гидролаты», где Наташа показывает, рассказывает, из каких трав, из каких, так сказать, листьев она делает эти гидролаты. Удивительное путешествие. Прекрасная семья, очень добрые люди. А рядом озеро Селегер. Пожалуйста. Потом мы уехали уже оттуда. И Наташа с её помощью мы сняли домик. Домик, в котором прямо, вот знаете, выход к озеру. Поэтому мы, искупавшись в баньке, прямо голышом, благо, что вокруг никого нет. Знаете, вот озеро, как будто бы оно в твоём распоряжении. Вот мы и озеро. Поэтому мы голышом вышли и купались в этом озере. Ну, кто купался голышом, тот знает, что это совершенно ощущения невероятные. Как будто ты сливаешься с природой. Вот, ну, просто удивительные. Поэтому купались вечером, купались утром. Ну, я очень довольна этим путешествием. Вода чистейшая. Там водится очень много рыбы. Там рядышком, вот Наташа говорит, есть такие маленькие озёрца, где лягушки, аисты. Ну, понимаете, да, это вот такая первозданная природа, громадное озеро, и на берегу которого, ну, ещё пока вот не, так сказать, испорченное туристами, стоят храмы, монастыри. И когда ты купаешься в этом озере, ну, представляете, подзвон колоколов. Это закат, звон колоколов. Это просто чудо. Это какое-то чудо. Потом также вода тёплая-тёплая, озеро мелкое. Ещё нам сказали, что это ещё вода высокая. Ну, буквально, чуть ли не до середины вода по пояс. Поэтому, ну, купаться, наблюдать, о, так очень много. Ну, одно удовольствие. В общем, я очень благодарна Наташе за приглашение, за то, что она помогла нам устроиться, потому что это были выходные дни, очень трудно было туристов много устроиться. Ну, вот те, кто же долго живёт в Осташково, они друг друга знают. И благодаря тому, что оказались одноклассницы с этой, хозяйкой этого дома, вот нас приняли и мы заселились. Поэтому, дорогие друзья, не надо, надо доверять, надо доверять друг другу, надо принимать такие приглашения. Я уже не первый раз езжу в гости к моим подписчикам и очень довольна, очень рада, что у меня появилось много друзей. И я очень рада тому, что я соединяю людей, соединяю людей, кто живёт в одном городе, в одной стране. И вы знаете, что у меня под видео есть ссылочки, где есть группы объединённые. Вот, например, сейчас мы создали группу тех, кто живёт в Екатеринбурге, в Ханты-Мансийске, в Омске, в Уфе, в Твери. Отдельная группа для Европы, отдельная группа для женщин Канады и Америки, для Казахстана. Моя сестра ведёт группу для жителей Иркутской области. То есть это замечательно. И вот, когда такое единение, или, например, сейчас у нас несколько групп женщин, которые... Я, кстати, делаю такие объявления, но не все соглашаются. Кто-то недоверчиво относится, кто-то не верит во что-то. У нас есть группа, которая называется «Минус 5 за 5». То есть Наталья Кефер, нутрициолог, совершенно бесплатно, бесплатно, дорогие друзья, вела группу, которая называлась «30 дней огня» и «Новое я». И вот за эти 30 дней женщины так сдружились, они один раз в неделю голодали, а потом у них... Потом была группа питания. Вот потом это переросло от «Минус 5 за 5», которые решили продолжить. И все эти группы, они бесплатные. И там ведёт нутрициолог, который совершенно бесплатно делится информацией. Но единственное, что они, девочки, приобретают продукцию фитокомплексы для себя, белок в основном, для того, чтобы заменить, скажем, один приём пищи на этот белок или на какой-то фитопродукт, фитокомплекс. И получают прекрасные результаты. И они так как сдруживаются, что я уже так заглядываю туда, они так рады, что там вообще женщины со всего мира. И Германия, и Казахстан, и Украина, и там все. И они становятся вот друзьями настоящими. Потому что у них и одни проблемы. Кто-то хочет немножечко снизить вес, кто-то хочет поправить здоровье. И они там, совершенно не стесняясь, выставляют свои видео и фото, как они делают зарядку, как они бегают, какое у них хобби. Они знакомятся, чем они занимаются. В общем, это идёт общение. Дорогие женщины, это же замечательно, когда мы общаемся друг с другом, делимся друг с другом чем-то. радуемся успехам друг друга. Это великое благо, когда человек... Вот у меня есть на канале люди, я сейчас не хочу, так сказать, на них обращать внимание, но это, так сказать, есть завистливые люди, а есть люди, которые умеют радоваться успехам другого. Это их больше. И мне даже Ютуб отметил, что у вас достаточно лояльная аудитория. Я очень рада этому. Так вот, если вы хотите найти друзей, найти своих людей, найти единомышленников, ну, подключайтесь, напишите, только лично мне напишите, пожалуйста, в Телеграме или в WhatsApp, ну, либо на электронную почту. Я вас определю в какую-то группу, где женщины вас с удовольствием примут. Вот сегодня они поздравляли с днем рождения Людмилу из Мегион, в городе Мегион она живет, это Ахмао, Югра. Ну, понимаете, ей было так приятно. Девочки совершенно незнакомы из разных стран, из разных городов. Они поздравляют ее с днем рождения. И вот, говорю, радуются успехом. Кто-то похудел на 12 килограммов, кто-то на 5, кто-то на 4. Но они радуются успехом друг друга. Кто-то поправил здоровье, делится своими результатами. Это замечательно. Теперь следующее, что я хотела вам сказать. У меня есть телеграм-канал. И кто зашел, там 4 тысячи человек. Не столько много, как в Ютубе. И там я раз в неделю провожу, даже раз или два в неделю провожу прямые эфиры. Приглашаю людей, каких-то гостей. Мы что-то обсуждаем, я рассказываю. Так вот, если вы хотите участвовать в этих прямых эфирах, пожалуйста, проходите в телеграм-канал. Называется «Овчинникова лайфа». У меня их два канала. «С любовью к жизни» и «Овчинникова лайфа». И вот на этих прямых эфирах, в чём отличие, что здесь я как бы разговариваю сама с собой. А на этих прямых эфирах я могу… мы можем разговаривать. То есть вы открываете окошечко, вам разрешено говорить, вы открываете окошечко и можете тоже участвовать. То есть вы показываетесь в видео. Это замечательно. Во-первых, работают нейронные связи, образуется, что мы учимся доработать в интернете. Во-вторых, мне приятно, что я вижу, кто мои подписчики. Но я не об этом сейчас. Хочу поделиться с вами вот такими своими ощущениями. Когда я провожу прямой эфир, я всегда прошу, пожалуйста, откройте окошечко и покажитесь, пожалуйста, говорю. Я хочу знать, кто мои подписчики. Давайте познакомимся. Представьтесь, пожалуйста. И вы знаете, сначала я вообще очень долго просила. Пожалуйста, нажмите на камеру. Я хочу посмотреть. Мне бы же приятно с вами общаться. Но постепенно стали открывать эти окошечки один-два человека. Заходят человек 40, 50, 100 человек могут зайти на прямой эфир. Я предупреждаю заранее, что будет прямой эфир. Как правило, это выходные дни. Но окошечко открывают, то есть на камеру нажимают единицы. И я пытаюсь понять, почему. Почему люди боятся показаться, показать своё лицо, как они выглядят. И не важно, что это дома. Я же тоже дома нахожусь. Лето, я понимаю, можно маечку там или... Ну, лето, понятно, да, что человек дома находится. Может быть, на даче. Там же можно в любом месте открыть окошечко. Кто-то идёт, кто-то стоит на остановке, кто-то дома, кто-то на даче. Но люди не открывают окошечко. Они не показываются. Более того, у большинства аватарки нет фотографии. Есть что угодно. Вплоть до того, что кошки, собаки, затем открытка, либо какое-то лицо, либо просто какая-то картинка, либо вообще ничего нету. Нет ни имени. То есть, ну, человек как бы наблюдает за всеми. Ему нравится смотреть всех, но сам он не покажется. И вот для меня это странно. Как так? Человек боится показаться миру. Ну, может быть, не боится. Некоторые говорят, я не боюсь, но я не хочу. А вот почему? Непонятно. Вот я всегда пыталась понять, почему это происходит. Почему человек боится показаться миру. Либо написать своё имя, написать свою фамилию. Вот это тоже очень для меня странно. И тем более поучаствовать в беседе, пообщаться, познакомиться, рассказать о себе. Вот сейчас, например, когда мои подписчики приезжают в Санкт-Петербург, то, ну, встречаемся, как правило, в сервисном центре встречаемся. Люди покупают фитокомплексы, программы какие-то, оздоровительные программы. И потом я прошу, говорю, а можно расскажите, почему вы, что вы, откуда вы приехали, чтобы снять коротенькое видео буквально на одну минуту. И знаете, что чаще всего говорят? Ой, нет, 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 нет. Я плохо выгляжу. Я говорю, как это вы плохо выглядите? Посмотрите, вы же пришли навстречу, у вас прекрасная укладочка, у вас там, вон, платье красивое. Как вы плохо выглядите? Нет, нет, нет. То есть заранее человек, женщина говорит о себе, что она плохо выглядит. Я сразу же говорю этому человеку, моей подписчице, кто такое говорит, пожалуйста, милые женщины, никогда не говорите о себе плохо. Никогда не говорите о том, что вы плохо выглядите, что вы там толстая, что вы некрасивая, что у вас, ну, что-то у вас, не надо о себе говорить плохо. Если вам не нравится что-то в себе, вы всегда можете это исправить, улучшить. Поэтому, когда ко мне обращаются с проблемами о здоровье, когда я говорю, чем я могу вам помочь? Что вы хотите улучшить в своём здоровье? Как правило, не поправить, а что вы хотите улучшить в своём здоровье, в своём теле, в своём организме? И вот мне такая постановка вопроса больше нравится, что вы хотите улучшить, а не то, перечислите, какие у вас проблемы. Но вот то, что люди говорят о себе плохо, женщину, я плохо выгляжу, я не накрашена. То есть считают, если она накрашенная, значит, она выглядит хорошо. Или она недостаточно накрашена. А если не накрашена, то значит, она выглядит плохо. Ну, вы знаете, что я в любом виде предстаю перед вами на экране. И после бани, и после купания, и в душе, и по-разному. Потому что я считаю, что женщина, она сама по себе красива. Вот можно, конечно, улучшить что-то. Это называется уже любовь к себе. Улучшить что-то – это любовь к себе. Это работа большая над собой. Когда мне говорят там что-то, я не вступаю в дискуссии, но я очень много тружусь над собой. И призываю вас – трудитесь, любите себя. Можно всегда поправить. Вот сейчас женщины, которые в группе минус 5 за 5, они снижают немножечко, даже те, которым не нужно снижать вес, но есть, предположим, животик. И вот они, таким образом построена работа с нутрициологом, что убирается талия только. Вот знаете, человек, допустим, немножечко сбросил вес, и у него как-то так, что с талии уходит, то есть живот опадает. Я удивляюсь, я так заглядываю к ним, у кого-то талия на 2-3 сантиметра, на 5 сантиметров уменьшилась, и ничего не повисло, не обвисло. Ну, то есть, если человек хочет, то он всегда может что-то улучшить в себе, но говорить о себе плохо не нужно. Может быть, это идёт, не знаю, откуда идёт. Вы знаете, я как-то попала на приём к косметологу, к косметологу, и захожу, и меня встречает такая красивая женщина, знаете, такая рыжая-рыжая, вот копна просто рыжих таких волос. Это вообще... Я прямо с порога говорю, ой, Господи, какая вы красивая! К косметологу, так у меня улыбка сразу, знаете, как говорится, до ушей. Я говорю, какая вы красивая! И она на меня так посмотрела строго и говорит, вы действительно так думаете? Я говорю, как же? Зачем же я буду говорить? То есть, меня просто сразу, я редко так говорю, вот поразила такая вот красивая, она такая вот рыжая, прям вот, ну, черты лица красивые. И она мне тогда говорит, вы знаете, а я до сих пор общаюсь с психологом, потому что мама меня в детстве всегда называла уродиной. Вот представляете? Я говорю, о, Господи, мне даже, вот знаете, немножко страшновато стало. Я говорю, да что вы! Она говорит, я до сих пор хожу к психологу, это ей, наверное, тогда было примерно 45-50 лет. Она до сих пор ходит к психологу, потому что она копается в прошлом, и она до сих пор не может поверить, что она красивая женщина. Удивительно. И я вот была просто поражена этим. И может быть, у кого-то тоже идёт откуда-то там из детства, но может быть, перестать копаться уже. Я всегда всех призываю, да прекратите вы копаться в своём прошлом. Прекратите вы вот разбираться, что просто живите и всё. Или, например, вот даже это даже среди мужчин есть такое, а не только женщины. Я снимала видео про то, как я занималась МС-тренировкой. и там надеваешь такой костюм, подключаешь, и вот, в общем, такие, знаете, раньше космонавты этим занимались. У меня есть видео про это. Я хотела показать упражнения для рук. И тренер, это индивидуальные только тренировки, и тренер, такой, ну, молодой человек атлетического телосложения, и я ему говорю, а можно, говорю, вы меня снимите и будете комментировать, что я делаю. Если не хотите, вас снимать не нужно, если вы не хотите. Но вы просто будете снимать меня и комментировать, что я делаю, какие упражнения для рук, для того, чтобы вот, ну, руки были красивые. Он так перепугался, он говорит, не-не-не-не-не, я не буду. Я говорю, почему? Он говорит, я не могу слышать свой голос. Я говорю, да, да бросьте вы. Вы что, нормальный у вас голос, вполне. Он говорит, я не могу слышать свой голос. Ну, я понимаю, что видеть он тем более себя не может. Хотя, представляете, тренер, тренер с атлетическим телосложением, вполне себе нормальный мужчина, ну, как я, красивый мужчина, для меня как-то звучит как-то не очень. Ну, обычный мужчина, тренер. Он не может, он, я говорю, можно, я говорю, вас сниму, если вы хотите, но молча. Я говорю, ну, давайте, молча, раз вы так боитесь. И в итоге он снимает, и я, ну, делаю, делаю вот это, упражнение, и спрашиваю, что-то забыла, и спрашиваю, я правильно делаю? И он, знаете, так сказал быстро, да, да. чтобы, видимо, даже вот, даже слово «да» он не мог произнести. До того он не может принять свой голос. Я уже не говорю о внешности. Это же, как надо не любить себя, как надо, ну, с таким презрением к себе относиться, чтобы ненавидеть свой голос, свою внешность. И постоянно говорить, я страшная, я толстая, я некрасивая, боятся показаться, боятся сказать, боятся сняться на видео. Категорически не хотят. Можно, говорю? А если уже я, кто-то согласится, чтобы я сняла вот так на видео, у меня есть группа «Здоровье СНСП», где отзывы людей о том, как они, ну, принимают витамины, микроэлементы и минералы, отзывы людей со всего мира. И вот там они говорят, какие у них успехи по здоровью после, скажем, вот, когда они начали кормить свой организм, кормить микроэлементами, минералами кормить. И они говорят, какие результаты. Благодарят, ну, в общем, понимаете, иногда ходили-ходили по врачам, ничего не помогает, а тут вот накормили организм микроэлементами, минералами, и настроение улучшилось, и так далее. так вот люди говорят, но если ко мне пришли, и я сняла это на видео, они говорят, только не показывайте. Я не могу себя видеть на камеру. Я говорю, хорошо, не буду показывать. Ну, то есть, они дали интервью, но смотреть не хотят, не воспринимают себя. Я уже не один раз об этом говорила, дорогие женщины и мужчины. Повторяю ещё раз. Работайте над собой. Никогда никому не позволяйте о вас говорить плохо, и никогда сами о себе не позволяйте сами себе говорить о себе плохо. Никогда не говорите о себе плохо. Я уже говорила, никогда не позволяйте никому себя обижать, оскорблять и унижать, и никогда не говорите о себе плохо. Можете мне сказать, что как вы позволяете кому-то говорить о вас плохо в комментариях. Я уже не смотрю. Если я вижу, я не вступаю в дискуссию, мне жаль этих людей, я не обращаю внимания. Я ничего особенно не могу сделать, это международная аудитория, и это жалкие люди, которые скрываются вот за названием ников своих, не показывают своё лицо, не показываются, и знаете, как тявкают из-под чешка, вот тявкают просто, или завидуют, или гадости пишут, и им так хорошо, знаете, им так хорошо от этого, что они даже балдеют от этого. Это их мучает зависть, злость, обида, раздражение. Я им иногда отправляю ссылочку на моё видео, которое называется «Самые разрушительные эмоции». Всё, больше ничего. Чтобы они поняли, как это опасно для здоровья завидовать, или гадости, или злиться, или гадости мне писать. Пожалуйста, я уже на это не обращаю внимания. Но если вы сами о себе говорите, это ненормально. У меня есть подруга, мы с детства, собственно, не с детства, но с юности дружим. И вот мы, когда приходили в баню, я не скажу, что у неё идеальная фигура, вот далеко не идеальная, но когда мы приходили в баню, она себя очень любит. Она раздевалась, там такое зеркало во весь рост, и она раздевалась, берала, стояла, ну, голая, в баню мы пришли всё-таки, она становилась перед зеркалом, крутилась и говорила, какая я ладненькая, какая я бравенькая, какая я хорошенькая. И шла такой горделивой походочкой в баньку. И вот я очень хочу и советую вам всегда подходить к зеркалу и тоже говорить себе так, какая я ладненькая, какая бравенькая, какая хорошенькая, как же я люблю тебя. Либо разговаривать с собой, как с маленькой девочкой. Поэтому, в общем, не знаю, примете вы мой совет или не примете, но это очень полезно. Потому что, если женщина себя в 50-60 лет себя не принимает, ну, это, не знаю, это катастрофа какая-то. Ну, и последнее, я хочу сказать тоже важную такую вещь. Ко мне часто сейчас стали обращаться женщины, когда я говорила, что я сдаю анализы каждый год. Ну, во-первых, чек-ап, вы знаете, да, это гинеколог, это окулист, это стоматолог, это мамолог, естественно, да, все анализы крови. и сдаю анализ на наличие жизненно важных микроэлементов, потому что мы состоим из них. И вот женщины мне отправляют, говорят, посмотрите, пожалуйста, Любовь Николаевна, как у меня там обстановка. И я, вы знаете, иногда говорю, вы можете и не сдавать эти анализы на наличие жизненно важных микроэлементов и минералов, не обязательно. Вот проверьте сейчас даже сами. Вот если, например, вы находитесь в состоянии стресса или депрессии, значит, у вас не хватает лития. Если у вас ноги сводят по ночам, у вас не хватает магния. Если вас тянет на сладкое, вам не хватает хрома. Если у вас паразиты, у вас они съели кремний. Если у вас волосы выпадают, у вас не хватает селена. Если у вас так, ну, это можно продолжать. Вот написала, не могу понять, что я написала. Это можно продолжать. То есть, я повторю еще раз, что мы состоим из микроэлементов и минералов. Их тысячи. Их тысячи. Но жизненно важные их бывает 21-120, смотря в какую клинику придешь давать анализы. Так вот, когда женщины мне отправляют, и я вижу, сколько дефицитов, половина у женщин дефицитов. Не хватает магния, не хватает хрома, не хватает калия, не хватает лития. Понимаете, да? А особенно лития сейчас не хватает у большинства. Я сразу говорю, я даже не знаю, кто эта женщина. Я говорю, вы, наверное, находитесь в состоянии стресса, либо у вас депрессия. Как вы догадались? Я говорю, так у вас лития 0. У вас лития 0. Это норма должна быть вот столько, да? А у вас 0. Вы живете в страшном дефиците. У меня есть видео с Натальей Черниговской. Татьяна Черниговская, это профессор Санкт-Петербургского госуниверситета. Она рассказывает, говорит, я когда-то работала в психиатрической больнице, и к нам привозили пациентов с депрессией. И психиатр сразу о-о-о, этому нужен литий. И она говорила, надо же, вот я повторю ее слово, какой-то поганый металл влияет на наше душевное состояние. А ведь так оно и есть. Сейчас меня начнут некоторые там говорить всякие, а я говорю, устраните дефициты в организме, и вам будет хорошо. И у вас уйдет депрессия, и прекратятся волосы выпадать, и зубы перестанут выпадать, и на сладкое вас не потянет, и так далее. Вы понимаете, что если женщина одна пишет, я пью кальция, он не усваивается, нету и нет кальция, я говорю, так вы посмотрите, может быть, у вас кремния нет. Она сдала анализы, и действительно кремния ноль. Я говорю, так у вас паразиты съели весь кремний. Когда в организм заводится паразит, они съедают кремний, а если кремния нет, кальция не усваивается. И потом устранить дефициты. Когда я вижу, что идут по улице бабушки, дедушки, еле-еле передвигаются, вот еле-еле, мне так жалко, я думаю, господи, какие у них дефициты, у них ведь вообще ничего практически, поэтому у них сил нету, у них энергии нету никакой, потому что они в дефицитах живут. Что там они получают из еды? Ничего. Яблоки уже есть не могут, потому что у них зубов нету. Какую-то капусту, брокколи, где куча витаминов, они тоже не могут есть. Ну, супчик, ну, творожочек, ну, кашку и всё. А если бы их накормить, помните, я вам рассказываю историю, Людмила мне пишет, забрала свекровь из больницы, а та уже лежала в больнице с пролежнями, она принесла её домой, давай ей, значит, серебром её намазала, начала её поить коллоидными минералами, то есть всё там полностью всех, чтобы дефициты ей устранить. И она встаёт, и она встаёт и говорит, Люда, что ты мне даёшь? Говорит, принеси мне ещё. А у неё коллоидные минералы, она ей даёт, накормила организм микроэлементами и минералами и ушла. Ну, там, оставила ей всё, вот это говорит мама Пете, а сын потом ей звонит и говорит, ну, муж её, бывший, и говорит, что ты ей даёшь? Она так никогда не умрёт. Понимаете? Вот. Поэтому, если всех пожилых людей, которым там 80 лет, 90 лет, которые лежат, которых сил нет, не стать, ничего, накормить их организм, накормить тем, из чего мы состоим, устранить у них дефициты, устранить, у них будет всё хорошо. Они ещё проживут лет 20. А ещё, знаете, у пожилых людей ко мне часто обращаются люди, в туалет сходить не могут. По нескольку дней, вот последнее, вот я сейчас имён, конечно, не вспомню, мне написала женщина, я разговаривала по видеосвязи, пожилая женщина, около 80, в глубокой деревне живёт, слава богу, интернет есть. Она смотрит на меня, говорит, помогите, неделю она не может сходить в туалет, неделю. Ну, выслали ей посылку, выслали ей посылку с вот микроэлементами, говорю, вам нужно ещё пить водичку, зайчишка горькая, чешские минеральные воды, хотя бы по рюмочке два раза в день, и вот каскару, репейничек, пожалуйста, говорю. Вот, я говорю, пытайтесь пока, представьте, неделю вот такие проблемы, и у большинства пожилых людей очень плохо работает кишечник, очень плохо. Вот как всем помочь? А если, ещё одна пришла женщина, я как рассказывала, 80 лет, с детского дома она не могла ходить в туалет, а потому что не разрешали ходить в туалет. Хотела, а там дырка была, помните, вот это, она боялась туда ходить, девочка маленькая, боялась, терпела, держала себе, вечером захотела в туалет, а всё, уже сон час, уже отбой, уже не отпускают. И вот так вот терпела, и неделю, представляете, и когда она ко мне обратилась, мы 3-4 дня только пытались ей помочь, она только на третий день начала это делать. И то, с два фитокомплекса она пила, природных, и вот эту чешскую минеральную воду, сначала я ей принесла, прям купила у меня рядом с домом магазин чешские минеральные воды, а потом она сама ходила, там её дочка ходила, покупала, вот эти, вот этот вот прямо, и она мне звонила, каждый день, я сказала мне отзваниваться и говорить, потому что женщина, ну, божий одуванчик, ну, такая чудесная, боже мой, за всё благодарит, прям вот чуть ли не мерси, мерси, спасибо, большое спасибо, так она, я говорю, как только сходите в туалет, сразу же мне напишите, сразу мне позвоните, и она такая добросовестная, каждый день в 7 вечера она мне звонит, Любовь Николаевна, вот так и так, я говорю, молодец, молодец, продолжайте пить, водичку пейте, прямо постоянно, чтобы у вас была в холодильнике эта водичка, по коньячной рюмочке, говорю, два-три раза в день, представляете, пожилые люди, это какой у людей там паразитоз, как тяжело, когда не могут, надо, вот с такими вопросами в основном обращаются, конечно, люди, но, и имейте в виду, что если вы проживаете за границей в Германии, в Канаде, в Америке, в других странах, всё поправимо, и вы не переживайте, что вы одни, вот главное, идите в люди и ищите своих, не обращайте внимания на тех, кто пишет гадости, говорит или не верит во что-то, я всегда говорю, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, ну вот мы проговорили почти 40 минут, сейчас я ещё раз вам напоминаю, что 2 августа я лечу в Ханты-Мансийск, и туда уже приглашение, мы, так сказать, группу мы создали в Ханты-Мансийск, туда уже подключаются мои подписчики из самого Ханты-Мансийска и ближайших городов, приедут навстречу, там живёт моя подписчица Татьяна Эйберт, которая в этой группе, ну, записывает тех, кто придут навстречу, и мы разработали целую программу и по здоровью, и будем йогой заниматься, в том числе утречком, я постараюсь, чтобы 2 дня это, и какие-то консультации, поэтому, пожалуйста, приходите, пишите только мне лично, напишите в WhatsApp или в Telegram. Четвёртого я улетаю уже в Омск, и в Омске тоже мы создали группу, где люди подключаются, те, кто в Омске живёт, и ближайших городов, можно из Новосибирска, или я в прошлый раз приезжала, много из ближайших районных центров приезжали на встречу, и тоже там Наталья Кефер этим занимается, скажет, какой отель, куда прийти, пойдём в баню вечером, поэтому, пожалуйста, приходите. И в августе я приеду, думаю, что я надеюсь, что я приеду в Уфу, но я уже там была, у нас есть группа девочки, которая называется «Красавица Уфы», я там сделаю объявление. Ну и 30 августа, вот то, что долгожданное, 30 августа и по 2-2 сентября состоится 20-й международный йога-фестиваль с любовью к жизни в Санкт-Петербурге. И это уже 20-й раз международный собирается фестиваль. Я с каждой 3 месяца, но в этот раз был перерыв полгода. Пожалуйста, если вы хотите принять участие, нужно написать мне лично, и я встречусь по видеосвязи. Дорогие мои любимые, мои подписчики, из-за того, что, ну, сейчас, так сказать, оживились мошенники, то нужно написать мне лично. Имейте в виду, что я сама первая лично никому не пишу. Если вам кто-то напишет и предложит какие-то там деньги перевести, пожалуйста, не верьте этому. И нужно только лично мне написать, лично со мной встретиться по видеосвязи, и только потом я отправлю ссылочку на закрытую группу участников фестиваля. И там уже будет вся информация. Это закрытая группа только после видеосвязи со мной. Потому что, ну, я провожу небольшое такое собеседование. Вот такие объявления. Ну, потом я планирую в Екатеринбург приехать, но пока вот эти вот города и йога-фестиваль мне нужно провести. Там уже 5 человек, и осталось всего 15 мест, дорогие. Потому что желающих много, я беру только 20 человек. Это с подсанкт-петербургом. Большой дом я снимаю, где есть баня. Все, и поэтому мы там живем 3 дня. Ну, что ж, дорогие мои, мы разговаривали с вами целых 40 минут. Если вам было полезно это видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите короткий комментарий в поддержку канала. И встретимся в следующий раз. Возможно, с кем-то встретимся в Канты-Мансейске, в Омске, или в Уфе, или в Санкт-Петербурге. Если вы приедете в Санкт-Петербург, пожалуйста, пишите. Я обязательно приеду навстречу. И обратите внимание на ссылочки под видео, чтобы, пожалуйста, лично только мне напишите. Знайте, что я никому писать не буду и никого приглашать тоже не буду. Это вы должны сами ко мне обратиться, и тогда я отвечу. Телеграмм либо ватсап, ну, либо по электронной почте. Всего вам доброго. Будьте здоровы и до новых встреч на моем канале либо в вашем городе.